Девушки отдыхают Лысый клон-киллер? Да бросьте, Джек, он просто байка Даже ЦРУ и ваше ФБР говорят, что его нет Мы много чего говорим, Рик Такая у нас работа Дельга довел процветающий бизнес Чтобы добиться успеха в тех краях, надо, скажем так, волноваться о безопасности Мало кто мог провернуть такое в одиночку Так значит, вы погнали за мипом? Погнался? Нет Мне просто стало любопытно Делом заинтересовался мой знакомый из ЦРУ Случай в опере усилил наше любопытство Почитайте Делом заинтересовался мой знакомый из ЦРУ Делом заинтересовался мой знакомый из ЦРУ Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, всем привет, дорогие друзья и зрители нашего канала. С вами снова Дедокпадер, и мы продолжаем проходить Хитман Бладмань. Как вы уже смогли догадаться из названия видео, данная миссия называется «За кулисами». Итак, цель номер один. Это итальянский певец живет и дышит оперой. Про Альваро говорят, что он иногда недоволен работой своих коллег. Он стремится к совершенству во всем. Но его испортила чрезмерная преданность искусству. Альваро подвержен резким вспышкам гнева и с некоторых пор пристрастился. Внимание, к чему он пристрастился. К сексу с подростками обоих полов. Ну нихера себе. У него есть страстный поклонник. Американский посол Ричард Деллахан. В последнее время они стали почти неразлучны. Срок, отпущенный Ричарду Деллаханту, давным-давно истек. Он постоянно окружает себя выписанными из США телохранителями в смокингах, с пистолетами и наушниками. Занявшись бизнесом на рынке детской проституции, он нажил немало врагов и прекрасно знает об этом. Сейчас он проводит большую часть времени, наблюдая за репетициями единственного верного друга Альваро де Альвар Альваде. Тот готовится исполнить партию главного тенора в новой постановке оперы Пучини «Тоска», премьера которой состоится в Париже. Посол тратит все свободное время на просмотр репетиций, глядя за каждым движением Альваро де Альваде и своей ложей с алчным, почти навязчивым восхищением. Скрыться, покинуть театр. Хорошо, выбираем наш пистолет. Ну, в принципе, больше ничего брать не будем. Так, улучшить нельзя, да? Ну, ладно. Так, так, так. Неплохой такой. Очень хороший пистолет. Мне нравится. Так, из дополнительного снаряжения тоже ничего нельзя. Ну, в принципе, эта миссия не такая трудная. Я думаю, мы быстро справимся. Альваро де Альваде. Так, что же мне делать? Наверное, я подожду кого-нибудь здесь. Например, вот эти зубы. Так, что-то я так же его сделаю. Да, альваро... Да, альваро... Ольваро, где-то я так же сделаю? Да, да, я сделаю. чем дольше сыш тем дольше кончаешь да давай сюда свою форму вот так вот вот так вот идем возьмем его чемодан personal stuff only надо затарить сюда наш пистолет в принципе не знаю зачем я это сделал так выключим свет и взломаем дверь запалят хожу-ка я сразу наверх поставлю бомбу поставлю бомбу над люстрой для того чтобы она упала и разбила башку этому послу педофилу так то самое место теперь я намерен подменить пистолет для этого мне нужно сходить обратно к тому полицейскому файл так нет не тот тут о господи будем ходить так как пришли так казнь прошла да они сейчас будут возвращаться надо успеть взять пистолет и подменить его мент что-то ходит здесь наверное его можно в сортире замочить так давайте переоденем или подождите что и делаю в шаг мешают хотя нет правильно все вообще-то не культурно смотреть когда человек ссы что ты встал то вставай иди отсюда Ты чё, педик, что ли? Старый педик. Блин, подождите. Мне же нужно пистолет забрать. Ну зачем я переоделся? Вот господи. Короче, вы этого не видели. В принципе, наверное, можно было и в рабочей форме взять пистолеты. Я не знаю, но так будет солиднее, что ли. Вот ваша куртка, Мсье. Благодарю. Вам не нужна куртка, Мсье? Нет, просто хотел взять кое-что из кармана. Я заберу её потом. Что здесь сейчас идёт? Трупы репетируют, готовятся к гастролям в Милане. Плюс повсюду ремонт, работы полно. Жаль, сейчас не так красиво, как обычно. Ясно. А посмотреть на репетицию можно? Бьямсю, у нас всегда много гостей. Вы говорите по-английски. Сегодня к нам прибыл американский посол при Ватикане. Он сидит в ложе на втором этаже. Он сюда часто приходит. Пасол обожает оперу? Наверное. Хотя я думаю, он обожает Альвара. Больше, чем поклонник. И больше, чем друг. Мне кажется, они... Как вы там говорите? Я вас понял. Мы говорим... Петухи. Долбятся, короче, в жопу. Сначала он его долбит, потом тот его долбит. Друг друга долбят. Наверное. Наверное, этот посол, такой, знаете, шлюшка этого оперного певца. Тот доминант. Мне так кажется, почему-то. Куда-то я пришел. Гвоздомет. Гвоздомет это хорошо. Будем метать гвоздями. Раздавать будем всем. Давай, бери. Отлично. Так, это что за двери? Давайте проверим. Тут у нас целая бригада пивкопиют. Че это он выбежал? Дурак, что ли? Кто ему скрипку насрал? Так. Stage E. Сцена E, да? Или это на французском было написано? Stage. Пуа-муа. Так. Ну, они ушли на свой спектакль. Давайте заберем его бумажку. Чтобы он пришел и в непонятках был. Что-то никто не идет. Походу, сидеть здесь долго нам придется. Да. Это не есть хорошо. Гвоздомет беспроводной. Отлично. Лист бумаги. Значит, два солдата по краям. Палач на кресте. И на столбе жертва, да? Ой, блин, я не хочу так долго сидеть. В общем, я чуть-чуть перемотал. Я сидел минут 10. Так что, все для вас. Где твоя бумажка? Потерял бумажку. Пошел отсюда. Давай. Иди в коридор, сеньор. Так, прикольно он. Звуки эти издает. Да ладно, давай, валяй отсюда уже быстрее. Я уже устал в этом шкафу сидеть. Бутафорский маузер собираем. И кладем настоящий. Вот такой у нас план. Холостые патроны. Ой, опять шкафу ждать придется. Господи, давай быстрее уже. Французы такие медленные. Все. Звонок прозвенел. А это значит, что актеришки идут на сцену. Наш палач готов убивать. Так, можно выходить, я думаю. Никого не жалко никого. Ни тебя, ни меня, ни его. Чего это он на меня так посмотрел? Стивен Сигал, блин. Ну все, в принципе. Осталось дело за малым. Осталось поторвать люстру. И свалить из этого оперного театра. Давайте выброшу этот махер в чемодан. На хер я его вообще носил с собой. Все в этой игре такие качки. Прямо посмотрите на него. Просто мускулы. Выпирают. Прямо на стероидах сидит. Я не про себя, а про всех вот этих NPC-шек. Что у нас в сортире? Ничего. Давайте я... Так, маузер. Нельзя, да? Где там наш гвоздомет? Положим. Чтобы эвакуировать оружие. Не знаю, получится или нет. Так, что-то заела мышка. Ладно. Уходим. Здравствуйте, полицейские. А, это же этот, который смотрел на мой писюн, пока я ссал. Извращенец. Мерзкие извращенцы. И гуршатники. Здесь встанем и будем наблюдать за процессом. Потом этот пробежит и мы взорвем. Будет отлично. Видите, какой я умный, да? Давайте от первого лица я буду смотреть. Жалко, что-то вот от первого лица все какое-то белое. Такое ощущение, как будто гамма выставлена до максимума. А вот от третьего не так. от третьего более яркая картинка. уже все близко. спектакль близится к кульминации, к своему логическому завершению. Давай, чувак. Отлично. Сложился. Все-таки в непонятках стоят. Особенно этот палач не поймет в чем дело. Так эти еще не бегут, да? Приготовим наш динамит. Все. Они все поняли. О боже, мой любимый петух. Так, я не понял, отчего она? Твою мать. Бл***ь. Бл***ь. Ай, бл***ь. И почему же? Почему не было взрыва? Мины находятся слишком далеко. О, твою мать, а. Ладно. Под ними еще какая-то херь. Над ними, вернее. Ой, придется пойти снять мину, переставить ее в другое место и взорвать. Другого способа я не вижу. его вон двое автоматчиков охраняет. Плюс менты здесь ходят. Я уже думал, все. Ну ладно, чего, не страшно. по-быстро мы сейчас переставим. да что ты, б***ь. давай быстрее. Блин, где там вход? Я уже забыл. Туда? Как туда подняться? Может быть здесь? Давайте попробуем отсюда подняться. что-то я не помню. Так, ага, это у нас актеры здесь. Массовка. Ого, значит здесь. Снимем мину и переставим ее под эти. Под свет. отлично. Только я вот не знаю, как попасть туда. Где этот свет вообще? Наверное, он там, где сцена, где лифт. там рубильниками нельзя его? Нет. Думал, может его как-то сорвать рубильниками. то есть запускаешь, он там падает. Что-нибудь есть? Ни хера здесь нет. Вот. Я побежал дальше. Привет. Так, значит вниз надо. Сейчас как раз под сцену и попадем. Там, наверное, где-то есть подъем. что-то нет. Блин, а как туда залезть? Подождите, эти светильники, они случайно не там же, где мы минус ставили? Нет? Вот, блин, походу там. Блин. Вроде, вроде, здесь нигде нельзя подняться, ребята. Интересно. Е-ТП-1000. Привет. Ты не знаешь, как подняться? Дверь какая-то. Наверное, есть все-таки подъем туда. Что у нас тут? Непонятно. Ага. Телки моются. А тут мужики, да? Да. сюда мне уже не надо, у меня уже есть рабочая одежда. Мне надо на лестницу. Блин. Неужели здесь? Да нет. Или она за этой стенкой? прожектора. действительно, она здесь. Вот она сцена. Вот эти прожектора. Интересно, на них мину можно поставить или нет? Если нет, то это будет печально. Так, здесь нельзя. Здесь можно упасть, наверное. Здесь нельзя. так. Ага, можно. Отлично. Ставим. Блин, я точно под нее поставил. Или может под другую у нас было. Ну ладно, давайте уже взорвем наконец. Все, цель убита. Отлично. Я уж подумал, он отбежал. Ой-ой-ой. Уходим отсюда. Старый извращенец поднялся туда по лестнице проверять. Что это он показывает? Стукачок. Ну все. Миссия, считай, выполнена. Мне осталось переодеться и свалить отсюда. Вроде бы все чисто. Лишних вроде не убивали. Одного убили. Да? Одного рабочего убили. Кого мы еще убили? Больше вроде никого. И только цели убили. переодеваемся и уходим отсюда. Пальто свое заберем и все. Давай пальто, чувак. Я ухожу. Обожает опера. Наверное. Опять тот же диалог. Ну хорошо. Уйдем так. вот такая вот миссия, дорогие друзья. Всего убийств два. Выстрелов сделано ноль. Убийств ближнего бою один. Несчастных случаев два. Тел найденных тел найдено один. Свидетелей нет. Записано камеру нет. баланс профиля миллион тридцать пять тысяч. Не шумели. Насилие один. Время прохождения тридцать минут. Рейтинг призрак. Отлично. Лишние жертвы минус шесть тысяч. Да. Это конечно плохо. Так, свидетелей ничего не надо подкупать призрак в розыске. Ну в принципе все дорогие друзья. Спасибо что смотрели это видео. Ставьте лайки подписывайтесь на наш канал если вам понравилось это видео. Будем продолжать проходить Hitman Blood Money. Если хотите почитать газету можете поставить на паузу и почитать. А я с вами прощаюсь. До скорого ребята. Субтитры Субтитры